Подписывайте, подписывайте. Будете потом не покаетесь. Что у вас такая будет вода хорошая? Будет вода хорошая у вас. Пенсионерка Лилия Маклакова далеко не единственная, кого обманули. Водный фильтр она приобрела за 75 тысяч рублей. Поймите, мне не надо, мне не надо. У меня денег, копейки получаю, пенсии. 5300 пенсии получаю. Я не думала, что такая сумма, как вы меня обманули. Приедете, заберите. Это мой, мой. Вот я им пользуюсь. Вот он. Одному из самых престарелых, пострадавших, 88 лет. Ветеран войны Василий Матвеевич всегда трепетно относился к качеству воды и даже установил самодельный фильтр. Этим и воспользовались продавцы, которые под видом немецкого продали старику очиститель, собранный в подпольном цеху. Я не глупый. 16 лет дурак учился. И вот как под гипнозом. Я ничего не мог. Я пришел рассказывать, начал туда-сюда, где мозги мне законопольства. Когда Казань захлестнула волна мошенничества, сотрудники водоканала даже выступили с обращением к населению. Но и это не помогло. У них цель зайти в квартиру, сделать какой-то фокус. Вы сами прекрасно знаете из уроков химии, что реагент любой можно бросить в воду, и он окрасится в любой цвет. После многочисленных обращений граждан сотрудники Роспотребнадзора подали заявление в защиту потребителей. И сегодня стало известно, что Вахитовский суд удовлетворил иск полностью. Любой потребитель, обратившись в суд и сославшись на данное решение суда, будет иметь право на компенсацию морального вреда и возмещение всех убытков. Угонное решение размещено на нашем сайте, на управлении Роспотребнадзора по республике Татарстан. Телефон горячей линии Роспотребнадзора, где можно уточнить информацию 236-94-11. Айгуль Низамудинова, Роман Фенин, Телеканал, Эфир. Телефон горячей линии Роспотребнадзора, Роман Фенин, Телефон горячей линии Роспотребнадзора по республике Татарстан.